Здравствуйте Фёдор! Это видео про гелиосы. Первый гелиос 44-2. Этот 83-го года. Диафрагмур работает, сухая, задняя линзоблок. Также спилен, чтобы не было проблем при фокусировке на бесконечность с залипанием зеркала. Нижнее кольцо работает, верхнее кольцо тоже работает. Смотрите, это моя старенькая crop d70 камера. Фокусируюсь на открытой диафрагме на бесконечность. Слышите подтверждение? Вот оно выставлено на бесконечности. Тут приблизительно метров сто до объекта. То есть идёт подтверждение. То есть, соответственно, если нет фокусировки, одуванчик не даёт сработать. Вот он поймал бесконечность. И второй объектив. Этот я откручу сразу. На втором объективе тоже самое спилено. Сзади оправа задней линзы, чтобы была фокусировка на бесконечность и не было залипания зеркала. Здесь лёгенькие следы масла есть. Не критично. Ну, понятное дело, чуть-чуть пыли внутри линз тоже есть. Всё-таки объективы заслуженные. Этот объектив тоже 1983 года. Восемьдесят три, тридцать три, первый. И 83, двадцать девять, второй. Ну, тоже фокусируюсь на бесконечность. Приятного аппетита! Вот какая цепочка. П comunic나물. Все на пухне. Пока есть. Пореп... Но сейчас... поймал бесконечность то же самое будет и на полноформатной камере за исключением того что на этой камере у меня не работает автофокус поэтому вы не услышите подтверждение вот и одуванчик тут запрограммирована 2 до 16 фокус на расстоянии 58 миллиметров то есть тоже я выставил на бесконечность на полном формате вот как видите зеркало не залипает фокусировка на бесконечность есть оба объектива фактически в одинаковом косметическом техническом состоянии в чем особенность после переделки когда растачивается внутренний геликоид в принципе как бы ничего не меняется все детали крутятся в своем направлении диафрагма работает правильно верхнее кольцо защелкивает нижнее закрывает здесь шкала и здесь шкала объектива тоже находится фактически в правильном состоянии положение вертикально сверху только на этом экземпляре немножко из-за переделки тоже смещается геликоид и видите шкала диафрагма немножечко справа на этом и шкала диафрагма тоже располагается правильно и хорошо так что выбирайте закрашенным задней оправой 8320 не закрашенная правые 8330 спасибо за внимание